добрый день дорогие друзья вы на канале волжский сад с вами елена саду все больше и больше видно как осень меняет краски березы стоят с красивыми желтыми листьями которые потихоньку начинают опадать вот так сейчас выглядят древовидные гортензии соцветия почти засохли а листья из зеленых постепенно превращаются в желтые пока обрезать их рано подождем еще недельку и тогда обрежем постараюсь показать как это будем делать метельчатые гортензии выглядит примерно так же как и древовидные но у них в зиму мы будем обрезать только соцветия все основные работы по обрезке выполним ранней весной я по-разному экспериментировала с обрезкой гортензии в нашем саду и для себя выбрала именно такой вариант у древовидных полная обрезка осенью у метельчатых весной магнолий начали сбрасывать свои большие по размеру листья и оголять цветочные почки еще немного и будет видно сколько магнолий изложили цветов с каждым годом их становится все больше и больше и это нас очень сильно радует я уже сделал заказ на весну двух красивейших сортов магнолий расскажу о них подробнее когда получу саженцы если вам интересна посадка магнолий напишите я тогда сниму весь процесс и покажу злаки тоже меняют свой окрас посмотрите какая красивая сейчас малине зеленые голубые хвойные красиво выделяются в осеннем саду а вот лиственница стоит вся желтая посмотрите какой прирост она дала за сезон это самое быстро растущее дерево в нашем саду а здесь мы видим сосну ветхорст которая была почти без корней помните ее заложила ростовые почки и тоже решила сбросить старую хвою перед зимой очень интересно посмотреть как она выйдет по весне теперь о приобретении на днях купили аккумуляторный высоторез для взрослого сада это просто необходимая вещь абрикос рос 25 лет и вырос выше двухэтажного дачного домика новый инструмент буквально за несколько минут справился с обрезкой на 5 с плюсом пришлось соорудить укрытие для хвойных растений чтобы падающие ветки дерева не поломали молодые саженцы а далее обычный пилой пилили абрикос на дрова на закладку веток в теплую грядку а тоненькие веточки я дополнительно измельчила секатором и и также отправлял в будущую теплую грядку такая органика нам очень нужна пришло время обрезать пионы и лилии я их срезаю почти под ноль они у нас посажены полосой и нет смысла оставлять пенечки при обрезке а в клумбе стебель я оставляю примерно ну где-то на 5 сантиметров от земли чтобы весной случайно не наступить на них после обрезки абрикоса специально оставили несколько веток для снегозадержания вот так будут зимовать наши пионы и лилии в пионах каждый год с массивом появляется календула и свежая зелень и и листва вот такого цвета яркого и такие же яркие цветочки все это радует глаз подаренные мне черенки хризантем укоренились и даже чуть-чуть цветут местами еще цветет гвоздика перистая я вам рассказывал что очень ее люблю и она растет у нас по всему саду вырастила ее из семян и рассадила везде вовсю цветет готовник фасана дает приятный синий цвет осеннему саду аспирея береза листная тор голд дает такой вот желтый окрас пузыреплодники сейчас тоже сильно выделяются на переднем плане сорт амбер джубеля посмотрите какой он красивый цвет дает слева за забором виднеется сорт андре темный такой а справа желтый сорт лютеус хосты пожелтели осенью никогда их не обрезаю по двум причинам во-первых если какая-то хоста подцепит вирус x это самое опасное заболевание у хост можно легко его секатором перенести на другие хосты при обрезке в результате может погибнуть вся коллекция а во-вторых не вижу смысл тратить на это время весной когда земля просохнет легко одной рукой собрать засохшие листья экономится время в разы что еще из важных дел успели сделать за один выходной день за субботу это обрезать три куста винограда которые сбросили листья и уложить лозы поближе к земле мы формируем наши молодые кустики в четыре рукава сейчас это отлично видно один сорт пока обрезать не стали так как он еще имеет зеленые листья обрежем его чуть позже скорее всего где-то через неделю поспели грецкие орехи вороны их активно таскают сбрасывают с большой высоты орех разбивается они его едят бывает что не разбивается тогда орех прорастает и получается новый кустик у нас за забором растут два небольших дерева и урожай на них в большой продолжает давать урожай ремонтантная малина карамелька радует нас с августа месяца и еще нашла пару клубничек а вот виноград лидия который растет по забору сейчас очень хорош выспел полностью и набрал сладость ну и на этом все он дорогие друзья я с вами буду прощаться вы были на канале волский сад увидимся через неделю до новых встреч